Ты дойдешь до успеха Будет тяжело всегда В любом бизнесе, если ты его строишь сам Ты должен быть в него влюблен Ты должен быть уверен в нем На 100% Имя, упаковка, дизайн Формат новый абсолютно И качественный, крутой продукт Вот это все повлияло На тот успех, который мы В итоге получили Всем привет! Это новый эпизод подкаста Вика Бизнес Чика и у нас сегодня в гостях Седа и Анна, создатели Nature's Own Factory. Это тот самый Гречишный чай и гречишный шоколад Который мы с вами так любим И я уверена, что большинство Девчонок, которые будут смотреть этот выпуск Точно совершенно знакомы с продуктом Девушек Девчонок, спасибо вам большое, что пришли Жалко, что у нас сегодня не гречишный чай Налит, хотя в принципе мы могли бы Подготовиться, только сейчас я об этом подумала Спасибо, что пригласили Спасибо большое, Виктория Были очень рады к вам прийти Может на ты? Да, давай Я была бы рада, всем было бы удобнее Девчонки, вы сами свой продукт каждый день пьете Кушаете или нет? Да, я шоколад ем регулярно И чай тоже пью Да, мы в первую очередь Все, что производим Мы фанаты в первую очередь Сами свои продукции И ни один продукт не выпускаем Пока мы сами просто не валяемся От тех восторгов, вкусовых впечатлений Ощущений, которые нам дает наш продукт Только так На самом деле я честно и искренне Обожаю то, что вы делаете Мне очень нравится У меня всегда дома есть ваши шоколадки Про чай я вообще молчу Это типа must have Моей продуктовой корзины, наверное Надеюсь, умаслила вас прямо в самом начале Очень, это прям такой бальзам Это, наверное, сейчас для нас самый большой комплимент Если в молодости мы с Седой смеялись В молодости сейчас такая ремарка Девчонкам по 35 лет, если что Они говорят в молодости Я вспоминаю институтские годы Когда тебе делали комплимент Хорошо выглядишь Как ты красиво сегодня одета То есть сейчас для нас Седой Самый большой комплимент Это даже не про детей А про нашего общего ребенка Да, про нашего общего ребенка Про нашу продукцию Нам достаточно сказать Что у вас самый вкусный чай Самый вкусный шоколад У вас там суперновинка вышла И все Человек сразу имеет 100 баллов вперед Это абсолютная правда Я лично так считаю Прям на 100% Я часто получаю от вас вопросы в директ О том, как мне удается совмещать в себе Несколько ролей Быть мамой, женой, ведущей Заниматься бизнесом Да, я получаю подобные вопросы каждую неделю Сказать, что я безумно счастлива их читать? Нет Хуже того Я получаю их от девушек С самого детства нам навязывают Определенные установки Стереотипы Девушка должна вдохновлять Девушка должна выйти замуж И родить ребенка Если ты занимаешься карьерой То ты не можешь быть хорошей женой и мамой Почему я вообще должна выбирать? Именно поэтому Мне откликнулась компания Levi's Моя изнанка В рамках инициативы Бренд стремится обратить внимание На стереотипы, с которыми девушки Сталкиваются каждый день Каждая из нас носит в себе и на себе Множество ярлыков, которые навязываются обществом Но не все способны дать отпор и озвучить свою позицию И именно поэтому я призываю каждую из нас Показать свою изнанку Рассказать о том, с какими стереотипами Каждый день мы боремся И присоединиться к компании Чтобы в нашем обществе не осталось места Для гендерных стереотипов Девчонки, выручка вашей компании В 2020 году 316 миллионов рублей Огромные цифры на самом деле Согласна или Хотела, чтобы побольше? Конечно, нет Цифры хорошие, огромные Даже можно сказать Какой рост по сравнению к 2019 году? Почти в два раза И должны были еще больше вырасти Как вы мне сказали до интервью Что у вас были планы больше Но у вас была пандемия Да, мы планировали больше И потенциал был И то, как развивались продажи До апреля месяца Мы думали, что будет гораздо больше, конечно Но пандемия внесла свои коррективы Мы в любом случае благодарны за то, что есть Жаловаться нам не на что Но сложилось так, как сложилось Значит, так было суждено Я уверена, что все впереди Новые вершины Они будут как раз в 21-м, 22-м и так далее Безусловно Девчонки, давайте начнем с того Как вы начали свой проект Потому что начало, как мне уже рассказала Седа Достаточно интересное Вы учились вместе И вообще вы лучшие подруги Да, с 16 лет Это в первую очередь Когда мы даже ходили интервью Или давали интервью Мы всегда говорили Да, мы предприниматели Но в первую очередь Мы лучшие подруги Потому что фундамент, с чего мы начинали Это в первую очередь Основан на нашей дружбе Вообще обычно, насколько я знаю Сначала идет бизнес А уже потом дружба То есть люди там в процессе рабочем Начинают дружить А вот как раз Многих бизнес может Тех друзей, которые были до бизнеса Рассорить Вы как? Сталкивались с какими-то крупными ссорами Между собой Во время того, как начали проект? Они у нас, наверное, один или два раза были Но они были из-за того, что там могли устать Ну, как вы прекрасно знаете Там родная сестра, мама Все это Это мы такие же люди Но, слава богу Никогда из-за каких-то там денег Или из-за чего-то такого Как сказать То, на чем все Все ссорятся Никогда такого не было И дай бог Никогда не будет Раз люди так говорят Мы это осознаем и понимаем Что это жизнь Так бывает Не потому что нам желают плохого Ну, мы вот задали этот вопрос Нам, на самом деле Года полтора назад Прям, грубо говоря, в лоб Сказали о том Что, ну, вы сейчас у вас все хорошо Но вы рассоритесь Кого я только не знала Из друзей Они ссорятся Говорят Потому что, ну, так бывает часто Но У нас просто с Седой Глобально Одинаковый подход К жизни В принципе У нас очень похожи взгляды Воспитание Ценности И, наверное, на этом В основном у нас все построено Потому что отношение к жизни К бизнесу Оно настолько схоже В принципе Что Какие-то там мелочи Эмоциональные Ну, понятно Мы все люди Тем более девушки Да И устал Еще что-то Это все может Какой-то отпечаток наложить Но Каких-то Действительно Вот таких глобальных ссор Из-за денег Или из-за Принятия решения Какого-то У нас никогда не было Даже седя на сестра Амина Она является Нашим дизайнером Всей нашей упаковки Нашего бренда Она когда скидывает Мне там Какой-нибудь макет Говорит Ань, посмотри Я говорю Ну, мне это нравится Она говорит Ох, как ни странно У вас с седой Опять совпали вкусы То есть Вот мы даже Не сговариваясь Нам и упаковка Одна и та же нравится Вот До таких мелочей У нас схожесть во взглядах Потому что я вот Ну, понятное дело Мы начали бизнес Хотя, кстати, мы с тобой Начали бизнес Потому что мы хотели Вместе работать Я хотела сказать Ссылаться на то Что, понятно Нам нужно в первую очередь Думать о своих детях О нашем будущем Но я к чему это всё веду Что в первую очередь Это на первом месте Это взаимоотношения Дружба для нас Второе Это как бы бизнес И так далее И не дай бог Для нас когда-то Поменяются приоритеты Потому что Ну, я очень прошу Бога Всегда, чтобы такого Никогда не произошло Потому что Деньги, бизнес Это там всё хорошо Карьера, успех Но люди должны оставаться Всегда людьми И отношения Это самое главное Я с вами абсолютно согласна И уверена, что Нас будут смотреть Много девчонок Которые вот Не представляют Своего бизнеса Как с кем-нибудь Как не с подругой Можете ли вы дать Какой-нибудь Такой прикладной совет Как сохранять Классные отношения Друг с другом И не ссориться Может быть Вы какую-то Для себя схему Выработали Честно сказать У меня даже Периодически спрашивают А вот я хотела Там знакома Я вот хотела С подругой Начать Я на самом деле Считаю, что Та дружба И то взаимопонимание Которое у нас есть С Аней Это как бы Подарок от Бога Потому что На 95-99% Что мы смотрим В одном направлении Это огромная редкость Поэтому я всегда Рекомендую Если у вас нет Рядом такого человека То лучше Начинайте Одна Потому что Ну Это может Бизнес Может Наоборот Это все может Разрушить Даже в самом начале Поэтому А если рядом У вас есть Такой человек То конечно Нужно Начинать вдвоем Ну И тем более Мы с Аней Очень разные Но в то же время Дополняем Друг друга У нас есть Свои У каждого Преимущества И в общем Мы как одно целое И Для нас Вот Вы знаете Вообще Классно Начинать с подругой Почему Потому что Например Я Уверена Я бы Одна не смогла Я наверное Просто Морально Не вытянула бы Вот Все те проблемы С которыми Ты сталкиваешься В процессе Становления Бизнеса Ситуации Люди Ну В общем Много разных Причин Проблем Может быть Которые Тебя Эмоционально Выбивают И Хорошо Когда у тебя Есть плечо На которое Ты можешь Опереться То есть Мы с Седой Сначала Плачем Вместе Потом смеемся Вместе Есть такой анекдот Подруги Созвонились Чтобы поплакать Просмеялись До шести утра Но вот это Точно про нас Потому что Мы даже Самые тяжелые Сложные ситуации Мы сначала Конечно Расстроимся Вздохнем Ну а потом Мы настолько Ко всему Относимся С самоиронией И с юмором И в отношении Себя умеем Посмеяться И вообще Любим посмеяться Поэтому мы Все проблемы Переживаем Вместе И наверное Вот в этом Такой секрет Сладость Такая Можно даже Так назвать Вот если бы Я вот До себя могу сказать Была бы одна Для меня бы Вот этот успех В чему мы пришли Ну или Или Аня одна была Или я Он бы не было Вот этой сладости Потому что Такая Когда дружба И работа Это просто Об этом мы с Аней Мечтали И слава богу У нас так и есть Сейчас мы Все время вместе Да Мы даже с ней Выезжаем с работы Уже с телефонами В машине Голливудская история Да У вас какая-то Киношная Хэппи Хэппи Старт Старт Девчонки А вообще в бизнесе У вас такое Жесткое разделение Того Чем вы занимаетесь Или как У меня такое ощущение Сложилось Что вы вообще Все вместе А вот наверное Тут да Какие-то есть Есть какие-то Моменты Но в основном Мы все вместе Мы даже Кто-то Вот нам Даже на днях Говорил Что мы У нас Производство Находится в Московской Области В Люберцах А офис В Москве И кто-то Говорит Ну неужели Вы даже Не можете Один день Одна в Люберце Поехала Другой день Другая Мы говорим Нет мы не можем Мы должны вдвоем Туда ехать Компания Если бы я стояла У финансов Она существовала На широкую ногу Очень быстро Могло бы все Закончиться Ты сдерживаешь Да это у нас был Очень смешной случай Мы в Дубай Да летели Там по работе И кто-то тебе Или мама Или кто-то сказал Возьми побольше чемодана Говорит Зачем побольше Я седу и лечу Смысла нет Там не разгуляешься Да Окей Понятно Ладно Давайте вернемся К самым-самым истокам Я знаю Что Седа Ты работала Визажист Да И собственно На своей первой работе Во время работы Визажистом Ты попробовала Гречишный чай Да Так оно и было Расскажи Как это было Пожалуйста Расскажу С самого начала Вот мы с Аней Закончили институт Мирбеспублихановской Академии В итоге Я любила всегда Математику Но по окончанию Института Я поняла Что я не хочу Сидеть в офисе Это не моя история И мама мне посоветовала Говорит Айди-ка Ты на визажиста Тогда это не была Популярная профессия Говорит Хоть себя будешь Уметь Красить В итоге Я пошла И осталась В этой профессии Надолго 12 лет Аня Пошла На госслужбе В Росимуществе Работала Да В итоге У нас был У меня был перерыв Там В 2009 году Появился ребенок И мы с Аней У нас Это не первый Кстати Бизнес Мы открыли с ней Салон красоты Он продержался Полгода Ну потом Мы его конечно Успешно Хоть смогли Продать И я Начала работать В очень известном Центре красоты И там На протяжении 2-3 лет Я Вот был Как раз Этот напиток Гречешный чай Где хозяйка Центра красоты Его привозила Честно сказать Не знаю откуда Но он продавался В такой китайской Упаковке И 100 грамм Стоило около 3000 рублей Клиентура Данного салона Она была Ну Очень Чиновники Ну в основном Это были женщины Бизнесвумен Успешный Абсолютно В разных Отраслях И там Этот чай Давали Как презент Как капучино Как кофе И я наблюдала Коммерческая жилка Она была у меня Всегда Что думаю Так странно Людей так удивляет Этот напиток У него же натуральный Вкус печенья Думаю Почему его нету Нигде В России Я начала Мониторить Искать Даже первое время Я тебе об этом Мне кажется Аня не рассказывала Просто все как бы Внутри себя держала И поняла Что он еще И то очень мало Что нашла Что он полезный Считается В итоге Так как Как я уже сказала Туда ходили Очень успешные Женщины Предприниматели Меня вдохновила Одна девочка Которая была Нашей клиенткой Елена Золотова Я долго наблюдала Она часто ходила Ко мне на макияж И я думала Интересно Чем она занимается И в итоге Я прочитала Про нее статью Это было для меня Вот таким решающим Моментом О том Что молодая девочка Абсолютно сама Достигла Огромных успехов У нее была компания Она занималась Скрабами И вот Для меня Вот это был Такой решающий момент Что все возможно И я позвонила Ане Отправила Этот чай Она тоже Его очень полюбила Но дальше Мы столкнулись Ну мы приняли решение Что будем развивать Совместно этот бизнес Потому что Как мы в самом начале Сказали Мы с Аней всегда прощупывали Что мы можем сделать Такого Чтобы работать С этим вместе И я Ане этот тоже Очень чай понравился Но дальше У нас были Другие сложности Мы полгода Не могли найти Мы поняли Что он произрастает В Тайване Ну сначала Мы думали Он в Китае Мы даже не знали Что Где мы его вообще найдем Полгода Мы искали Этот чай В итоге Это на самом деле Оказалось большим плюсом Для нас Потому что За эти полгода Мы поняли Вообще Что на рынке есть Мы нашли еще лучшего качества Чай Мы Их вообще На самом деле Гречишного чая Более 7-8 видов Все зависит от того Где произрастает Как хранится В итоге Мы нашли Самый хороший Качественный И мы забираем Вот весь объем Который Производит Эта плантация Ну это компания Где она находится В Тайване И мы кстати Единственная компания В мире Которая доказала Клинически Все свойства Полезные Нашего чая То есть у нас Все свойства Которые заявлены На упаковке Они клинически доказаны Вы в лабораторию отдали Да Мы отдавали в лабораторию Потом Там проводились Клинические испытания Собиралась группа Людей Которые На протяжении Месяца Его пили Они записывали Все свои наблюдения Ну в общем Там команда врачей Работала И У нас все свойства Доказаны клинически Теперь Поэтому Дальше у нас началась Самая веселая Я знаю Что у вас Причем был Супер Скромный бюджет На старте Вот у меня В информации есть Что 50 тысяч рублей Так и есть 50 тысяч У нас была очень смешная история Когда мы только начинали И на Опять-таки В примере Елены Золотовой Прочитали статью Были так Подушевлены Такими успехами За короткий Такой период А это все равно Два разных бизнеса Это сейчас мы понимаем Продукты питания И Скрабы Косметика И Аня говорит Когда мы в конце декабря Начали Вот это Приняли решение 23 декабря Тысячу Ой Тысячу 2016 года То есть Ну мы Грубо говоря Наше начало С начала 2017 года И Аня мне спросила Как думаешь На Мальдивы с тобой Поедем Через день В конце года Следующего А я еще задумалась Мне кажется В конце года Вряд ли Поедем Сейчас 21 год Мальдивы Даже Снились Потому что Столько работы Что просто Ну да Ладно девчонки На что вы 50 тысяч Эти потратили На закупку чая На закупку То есть Вы на эти 50 тысяч Просто закупили В Тайване чай Но это же не все Плантации Нет Это было совсем чуть-чуть Это было чуть-чуть И это имеется в виду И у пакета Мы закупили Наклейки заказали Вот эти ваши пакеты Нет Нет Это сначала У нас была Другие пакеты Совсем Потом Туда входят Образцы Которые мы В дальнейшем Заказывали Ну то есть По чуть-чуть По чуть-чуть И вот эти 50 тысяч На это было потрачено Вот вам пришел Получается Вот этот чай В Москву Вы его как Сертифицировали Или что нужно было сделать Для того Чтобы это Ну как бы Стало Бизнесом Официальным Потому что Мне кажется Я вообще не знаю Не в теме Расскажите Мне в пищевке Наверное Очень сложные Вот эти вот Входные По сертификации Истории Да Мы всему учились Вот на каждом моменте По маркировке По всему Нам еще конечно Очень повезло Вот Аминок Это дизайнер Наш Арт-директор Она является Дизайнером Всей нашей продукции И она закончила Она моя родная сестра Это нам Мы вообще считаем Как Я один раз ей сказала Амина Ты родилась Чтобы создавать упаковку Для Nature's Вон Фактори Она говорит Спасибо тебе большое Я всегда об этом мечтала Шикарный комплимент Да Но если без шуток Мы вот Она заканчивала Тогда Она закончила Британскую школу дизайна Это был последний курс Мы сидели в Старбаксе На Тульской Вот И у нас до этого Был просто крафтовый пакетик И вот наклейки И нам надо было срочно Да Есть идея Мы ищем продукт Нам нужен дизайн И мы ее с двух сторон Окружили Окружили Она нам рисовала Это все Амина на тот момент Работала за кофе Просто Да Да Как седен брат Потом шутил Он говорит Ну ничего Тебе в Макфлуре купят Это будет твоя вторая ступень Да Да И вот конечно Если б не она Ну дизайн вообще Упаковки Кстати нам очень многие Делают всегда комплимент Про нашу упаковку Это конечно Ее большая заслуга И Конечно Сейчас она уже Получается Работную плату Но Года полтора Мы конечно Не могли себе Этого позволить Потому что Дальше вся история Началась Что Нашего пути Мы вложили по 50 тысяч Но дальше мы поняли Что Проект Проект Нужно вкладываться Полтора года Все что я зарабатывала Я работала на двух работах Визажистом Визажистом Два дня У меня был график Два-два Плюс еще дополнительный клиент И я все Вкладывала в бизнес Абсолютно все Через полтора года Проект начал уже Самоокупаться Ну то есть мы уже Не вкладывали После этого Ничего туда Во что именно вы Вкладывали? В маркетинг? Нет Кстати Да Маркетингом Честно сказать Нам очень многие говорят А кто ваши маркетологи? Команда Да Где команда ваших маркетологов? У нас их нет Ну во что вы вкладываете? Но вкладывали Вкладывали мы Мы закупили чай Упаковка Участие в ярмарках Вы в ярмарках очень Да Мы участвовали в ярмарках Мы создали инстаграм Его надо было кому-то ввести Мы нашли человека Который этим Начал заниматься Периодически сами Там что-то писали Потом Мы купили кассовый аппарат Мы открыли Юридическое лицо Тут же Надо было Обслуживание Юридического лица Это бухгалтерия То есть вот такие Это ежемесячные расходы Которые Надо было стабильно платить Через пять месяцев Мы уже После запуска Мы начали Естественно Менять упаковку То есть это Чтобы не наклейка Была уже Наша Полноценная Упаковка Ну вот Которая как раз Сейчас и есть Да Долго искали Компанию Которая Везде называли Огромные цифры Тиража Которые нужно заказать Еле нашли Производителя Которые 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 Не пятьдесят Тысяч А двадцать Тысяч Сказал Для нас И то Это были Просто феноменальные Деньги И как мне сейчас Не забудут Там то ли Двести То ли Триста С чем-то Тысяч За этот объем Я думала Господи Какие деньжище Ну это на самом деле Не мало Но просто Для того времени Это А мне казалось Господи У вас мягкая Как у скраба Получается Это тоже Как бы Было Нет На тот момент Просто Изначальная упаковка Которая у нас Первая самая была Она была Вот именно такая Это потому что Самая доступная была Форма пакета И Мы просто Наверное Не стали уже От этого Отходить Потому что У людей Которые уже Покупали на тот момент Наш чай Была ассоциация Вот с данным Видом упаковки И мы просто Сделали ее В другом цвете Но Даже размер Кстати остался Такой же Еще конечно Хотелось добавить Такой креативности Мы конечно Смотрели все Что есть на полках В сетях В категории чая И у Гречишного чая Есть такой момент Если мы говорим О таком полезном На что мы Ссылаемся На полезные свойства Что его нельзя Хранить в открытой Какой-то упаковке Прозрачной Ни в коем случае Свет Чтобы не поступало Свет и воздух Постоянный То есть Даже если человек Его купил Уже открыл Вот этот Дип-замок Он помогает Сохранить Вот эти свойства Потому что Она герметично Закрыта Упаковка Да и эти моменты Конечно повлияли Мы в итоге решили Что такая упаковка Самая будет для него Вот у нас У нас настолько Такое отношение К нашему проекту Вообще К нашему продукту К нашим Ко всем продуктам Но вот чай Он был первым Сейчас о нем говорим Я помню Что мы Участвовали В ламбаде По-моему И остатки чая Мы сложили В пакет Я никогда Не забуду Когда мы Подъезжали К дому Я выхожу из машины И у меня Вот эти Остатки упаковки Они в пакете Лежат Я сидя в машине А упаковка Она такая Еще была Немножко Другой состав И она мялась Хорошо Так сильно Мялась достаточно Я сижу в машине И сама Разговариваю С упаковкой И говорю Ты потерпи Немножко Не внись Сильно Я сейчас до дома Добегу Я тебя расставлю На полку Подожди И потом До меня доходит Что я уже Разговариваю С чаем И думаю Аня Что с тобой Ну то есть Вот оно Отношение Действительно Вот как К маленькому Ребеночку Да Кстати Хочется отметить Такие ярмарки Как ветер Ломбада Это классные площадки Для таких молодых Предпринимателей Какими мы были тогда Потому что У тебя вроде И нет Каких-то Возможностей Но Хочется познакомить Посмотреть Реакцию людей Мы-то были уже Уверены В нашем продукте Но когда Стойку элементарно А вы давали пробовать И стойку А у Ани Папа Архитектор Он нам Соорудил стойку В итоге Мы с этой Самодельной стойкой Обычно Моя сестра Амина Я Папа Там Собирали Мы проводили Все Дегустации Дегустации Сами И вот эта Уверенность В том Что мы Все делаем Правильно То что Давали нам люди Которые Пробовали Этот чай То есть Вот эта Обратная реакция Эти горящие глаза Когда ты говоришь Ну попробуйте Ну и все так На тебя смотрят Ну не все Но большинство Да С опаской От нашего Напора И потом Когда человек Пробует У него Загораются Глаза И он говорит Господи А что это И тут Ты уже Конечно Да Воронка Сократилась Да Как мне мама Сказала Ну почти два года Все дегустации Проводили только мы Через нас столько Людей Вообще Прошло Мы И вот мы Абсолютно Видели Разные национальности Да Разных Там И европейцев И американцев И китайцев И когда Все в восторге От твоей продукции Сначала это был чай Потом шоколад Наше варенье И ты так Подпитываешься Этой энергетикой И так Вдохновляешься И моя мама Как-то была На ярмарке И видела Как я этот чай Просто Попробуйте И мама говорит Я не знала Что ты такая наглая Я говорю Мам Я говорю А я вообще По натуре Не наглый человек Ну просто Я прекрасно знала Что если я добьюсь Того что человек Попробует наш продукт Он потом С округленными глазами На меня посмотрит И на Аню И скажет А что это такое И вот это Наслаждение От того что Удовольствие Мы бы кстати С ней не смогли бы Заниматься Продуктами Которого мы так Продуктами Которые мы так Не любили бы Потому что Мне кажется Это вообще Ключевой момент Предпринимателя Который там Как бы продвигает Свой продукт Самостоятельно Ты должен быть В него влюблён Ты должен быть Уверен в нём На сто процентов И тогда у тебя Это будет получаться Если ты Как бы в продажах Занимаешься тем Что ты не любишь Мне кажется Что это как раз Путь в никуда И потеря Всего-всего И надо как бы Гореть И вот эти флюиды Их люди чувствуют И как мне сказала Я уже вчера У себя в инстаграме Про это писала Сегодня Проговорю на подкасте Приходила Ко мне девушка У нас такой Тоже выездный магазин У нас поп-ап Мы проводим По городам России Ко мне пришла Одна девушка Предприниматель Она занимается Одеждой Лесни Кифровой И сказала А я сейчас Как раз одеждой Тоже буду заниматься И мы вот Как раз сейчас В процессе у нас Стройка магазина идёт Производство одежды И она мне говорит А я ей свои опасения Я говорю Ой, мне страшно Одеждой Я никогда не занималась Только украшениями Она говорит Слушай, ну ты же одержимая У одержимых Не может не получиться И вот правда Если ты так горишь Своим продуктом И немножко наглый И достаточно сильно Одержимый И где-то Даже переходишь границу У тебя точно Совершенно получится Потому что Сейчас оглядываясь назад Ты понимаешь Что ты проходишь Такой огромный путь На самом деле Если бы в самом начале Кто-нибудь сказал Что будет так тяжело Да Не знаю Вряд ли, конечно, отказалась бы Но призадумалась Я думала, что будет легче И у нас был момент Когда мы с Аней У нас вот второй продукт Это было варенье Кстати, оно до сих пор У нас есть В нашей линейке Это единственный продукт Где у нас не содержится Наша гречиха Имбирный пряник Но она тоже произвела Такой фурор на выставках Ну, наших Вот «Ветер», «Ламбада» И мы его первое время Полтора Ну, год, да Как оно До того, как мы Как я ушла с работы И мы начали размещать На подсторонней площадке Данное вид варенье Мы варили его сами дома И у нас Это вообще можно делать? Можно Но это была ярмарка На ярмарках там На таких, как «Ветер» Ну, мы, естественно Получили на него декларацию Ну, это мы не продавали нигде В сетях Когда сами это делали И был Аня, помнишь эту нашу ярмарку? Это была зима Февраль месяц 30 градусов мороза Метель Метель У нас вывалилась дверь Единственная картонная Которая хотя бы как-то нас спасала Она просто не удержалась От ветра она упала То есть нас продувало Со всех сторон Я каким-то образом Пыталась ее прикрутить Это что? Там были Ярмарка была Какая-то на улице была Такая зимняя Она была самая провальная В итоге У всех абсолютно Там были такие Парки Горкова Самодельные Домики Домики, да И тогда же никто Такие выставки готовятся За два месяца И никто не думал Что будут такие Аномальные морозы Но смысл в том Что мы у нас были Две недели Они продержались Наши леденцы Ну, когда-нибудь Мы их перевыпустим Ну, там возникли Свои сложности И получается Это самый такой Сезонный у визажистов И я подряд Столько работала Аня у нее тоже Свои Там были домашние дела И мы с ней Созваниваемся Уже 4 утра Мы делаем Это варенье У нас по фейстайму Я обожгла себе руки Мне все утром Перед вот этой ярмаркой Надо заехать Макияж сделать Аня уже там договорилась Нашим У нас был Алексей Перебинтованными Кровавами Да Нет, ну они были Не кровавые Ну да С волдырями Но действительно Так и было Я помню Один раз За все время Существования бизнеса Я вот так села на пол И думаю И я расплакалась И думаю Зачем мне все это надо Но это была секунда Наверное Потом я собралась И все И мы продолжили И мы с Аней Это была самая Провальная выставка Но пришла потом Женщина В последний момент За час до закрытия За час до закрытия И она купила У нас там Десять пачек чая И мы отбили аренду И мы так радовались Мы так радовались Да Хотя бы не в минус Но в ноль вышли И когда Мы очень правильно Ты очень правильно Подметила Что когда Меня даже сейчас Спрашивают Чем мне заниматься Чем ты посоветуешь И всегда Вот я уверена В этом на сто процентов Что надо заниматься Только тем Чем ты горишь То, что ты любишь Потому что Никто тебе не дает гарантию Что ты дойдешь До успеха А будет тяжело Всегда В любом бизнесе Если ты его строишь сам И вот Любовь тебе не дает И вера Любовь и вера Не дают возможности Эти руки опустить Потому что Как я рассказывала Момент Когда казалось бы Ну все Я ничего вообще не хочу Хочу спать Я собралась И дальше Вперед Лично я вас узнала После того Как В ваш Прекрасный союз Добавилось Еще все-таки Немного маркетинга В который вы Говорите Не вкладывались Вот я вас узнала После того Как А про вас начала Активно говорить Элен Монасир И после того Как ваш чай Появился на Эмбьюти И так далее Можете рассказать Пожалуйста Про Вот этот Вот ваш Симбиоз Как это произошло Потому что На мой взгляд Вообще За Какими-то Коллаборативными Историями В принципе Будущее И как бы За счет коллабораций Можно классно Расти Ну там В фэшне Постоянно Происходят Коллаборации Лично я считаю Что Мой Вектор развития Во многом Это коллаборации С людьми Из Других Сфер Каких-то Но более удачные Там у нас сейчас Происходит Коллаборация С ресторанным Бизнесом С Эксленд Мы делаем Совместный десерт До этого Мы там С маникюрными Салонами Коллаборировались И вообще В принципе Я ищу сейчас Вот эти вот Направления Дальше я буду Просто свои Два Ребеночка Объединять Расскажите Ваш опыт Как это Произошло И Что Зачем стояло Елена Очень Наш чай Любила И Как она о нем Узнала Вы его прислали Или у вас Есть вообще Да Мы ей прислали Она этот чай Очень любила И когда он еще Не было вроде Даже своего блога Она его выставила Ну потому что Сама в него Влюбилась И через какой-то Период Елена запускает Интернет-магазин И я тоже помню Утром я вижу Сообщение На нашу Корпоративную почту От менеджера С тем Что Пришлите прайс-лист Да Пришлите прайс-лист Мы хотим завести На имбьюти Мы с Аней Очень обрадовались Ну тогда мы Кстати уже Начали вести Перековоры С Азбукой Вкуса Мы Ее долго добивались Около полугода И в итоге Когда Елен завела Потом мы вошли В Азбуку Вкуса И у нас Возникла такая идея Мы начали Разрабатывать Шоколад Нам все начали Говорить Какой будет Следующий продукт Варенье Понятно Что мы В сети Не можем Поставлять На тот момент У нас не было Площадки Где его можно Было Делать Напитки Были уже Напитки Были Да И мы Подумали Про шоколад Да Потому что Наш чай После заваривания Он еще и съедобный То есть Его можно заваривать Два-три раза После этого Эти семена Набухают Их можно смешать С кефиром Или с йогуртом И выпить И они выводят Шлаки Из организма Да И после Того Как мы седой Выяснили Это уникальное Свойство Мы поняли Что его Можно добавлять В продукты И решили Сделать шоколад То есть Вот Нам такая идея Пришла Что значит Вот эта ваша технология Bintu Bar Это Это технология Которая Основана на том Что Весь цикл Производства Шоколада У тебя Происходит На фабрике От какао-боба До готовой Плитки То есть Мы закупаем Какао-бобы Мы их Сначала Сортируем Перебираем Потом мы Их Обжариваем Потом мы Их Размельчаем И После этого Уже В промышленном Масштабе У нас Большие меланжоры С каменными Жерновами С каменным Дном Сейчас Какие-то Непонятные Слова Всем пошли Туда Сыпятся Все ингредиенты Какао-бобы И вот эти Жернова Круглые Такие Ролики Большие Они Два дня Перемалывают Все ингредиенты И после этого Получается масса И уже потом Она разливается Темперируется И разливается По плиточкам Ну то есть у вас Сейчас Для Бинтубар Это вот полный Дурачка Расскажите У вас И какао-бобы И гречиха Там Получается Да В состав Входят И какао-бобы И гречиха Те же самые Гречиха Что и в чай И в чай Да Те же самые Семена Татарской Гречики Да Наша Тайваньская Почему Татарская Гречиха Ой Это Как мы Выяснили Еще Со времен Татаро-монгол Ее туда Завезли И она Стала там Произрастать А это просто Название Да Это просто Такое название Еще очень важный момент Мы ссылаемся На такие полезные Свойства нашего чая Мы вот говорим Только про наш чай Потому что мы Клинически это доказали Ну это так На всякий случай Потому что я знаю Вижу уже У вас много конкурентов Нет Конкуренты Ну начали уже люди Подражать Это нормально Я знаю На Украине есть Девочка Которая делает Кстати вот Украина К сожалению Из-за наших Взаимоотношений Да С Украиной Для нас такой Рынок Звольная тема Да Пока закрыт рынок Но мы надеемся На лучшее Да И Возвращаясь к Лен Шоколатье Разработал Вот у нас пришла Мы в основном У нас же в разных Категориях Получаются продукты Вот у нас с Аней Приходит какая-то идея Для нас очень важно Чтобы этого Нигде не было Мы пользуемся Поисковиком Google Янтекс Забиваем Если этого нету Значит мы этим Начинаем заниматься И в итоге Мы нашли Хорошего технолога Шоколатье Он разработал Нам несколько Видов шоколада И совершенно Случайно Совершенно случайно Он приносит И говорит Вот у меня еще есть Образец С имбирем И с лимоном И с татарской гречихой Мы говорим Ну ладно Оставь Да И у меня перед глазами Мы пробуем Очень понравился вкус У меня перед глазами Елена всегда Елена всегда выставляла Ее любимое Это имбирь Что-то она себе делала Лимон И гречешный чай И я понимаю Что все ингредиенты Это невероятно вкусный продукт Получился Они все там есть И я написала Елену Я говорю Вот так получилось Совершенно случайно Хочешь попробовать Может мы создадим Что-то такое Классное Коллаборацию Она попробовала Ей тоже очень понравилось Ну мы там совместно Доработали И вот запустили Данную коллаборацию Конечно мы не первые Кто делали коллаборацию Понятное дело Но мне кажется Такой фурор Который мы произвели Потому что Понятное доверие Подписчиков Людей С огромной аудиторией К Лен И такой нереально Крутой продукт Который получился В итоге Нашумевшая коллаборация Произошла А это была первая Шеважная шоколадка И уже потом Вы сделали Свои собственные Нет Сразу Она была Селен четвертая Я имею ввиду Классические вкусы Белый, молочный, горький И четвертый Вот с имбирем И с лимоном Это как раз Селен Но они все Разрабатывались Одновременно По времени Но выпустили Вы первую Совместную А совместную Просто такой фурор Который Произвел Произвело Имя Елены Вот этот шоколад Вкус шоколада Да, вкус шоколада И именно поэтому О нем уже Так быстро Стало всем известно Кстати, вот Категория Вот это вообще Направление Бинтубар в России Оно всего 8 лет Развивается И когда мы начали Ну формат Абсолютно разной Плитки Вот эта 20-граммовка История Да, то, что Вот мы придумали Вот эта упаковка Которую сейчас Многие начали Уже подражать И вообще Что такое Гречишный шоколад Это сразу Nature's Own Factory Все нам Насмотрели Говорили Ну кто из окружения Скептически Ну что это за история Как это маленький шоколад Он что на один укус А мы с Аней Это все Это за этим Да, это за этим Огромный труд Начиная от Разработки Да, рецептуры Заканчивая Формой Заканчивая Даже Форматом Шоу-бокс Даже элементарно Сколько вложений Будет Это все Рискованно Но Мы это смогли сделать Притоптать дорожку И конечно Вы привлекали дополнительные инвестиции На этом этапе? Нет На этом этапе мы не привлекали Дополнительные инвестиции У нас Аня, когда это было? 2018 год Конец Ну Август Август месяц Да, да Вот тогда мы Тогда мы привлекли небольшую сумму Это сторонние инвестиции? Фрэнстон Фэмили? Ну можно так сказать Да Мы привлекли Это дало нам возможность Быстро открыть Наше производство Производство И ускориться Тогда у нас уже был контракт С Азбукой вкусом Вы отдали процент компании? Да Да Какой? Если не секрет 20% Нет, 20% И о какой это сумме речь Если не секрет? Ну это Это Конфиденциально Конфиденциально Но Намекнуть Если Просто Как бы О каких масштабах Говорить Да нет Это не такие масштабы Но это дало Все равно возможность Сразу заказать Большую партию Контейнера Чая Открыть Вам нужно было В общем В товар Вложиться Да Товар из производства Больше не Вы свое производство Прям делали Да Не шоколада тоже На сегодняшний день По шоколаду По бинту бар Мы являемся Самыми крупными Производителями В России В России, да И на тот момент Когда мы начали искать Мы думали размещать На потусторонней площадке Мы поняли Что Мы не можем найти Альтернативу Да То есть Где мы можем Это сделать И поэтому Нам пришлось Запустить И мы конечно же Когда мы уже Успешно начали Сотрудничать С Азбукой Вкуса Нам говорили Девочки Ну менеджер говорил Ну вы молодцы У вас все супер Ну не лезьте в шоколад Ну не сделайте Вы здесь Никакой фурор В итоге мы его сделали Сделали Мы сами этого Не ожидали И опять-таки Тоже прошлось Пройти через Многие трудности Получается Представьте Такой фурор У нас Мы не справляемся С заказами Мы не рассчитывали На такой объем И в конце декабря У нас большой заказ После праздников Мы должны его отгрузить От Азбуки От Азбуки Вкуса И мы остаемся С одним там Меланжером С одним меланжером Да С одним шоколатье С одним шоколатье Ну в самом деле Оборудование Производит сам шоколад Да Да И мы провели праздники С 1 января По 10 января Помогая На производстве Помогая шоколатье Ну в общем Да С трудностей У нас На самом деле Еще за эти 4 года Мы с Аней поняли Что самое бесценное Это кадры Люди Да И еще опыт И опыт Конечно Который мы получили Да Потому что мы вовлечены На наш бизнес Из-за того Что может Ну и в силу характера И в силу того Что не хватало Мы не хотели Дополнительно Да Затраты Существлять Все экономили Для развития бизнеса Мы занимались Очень многим сами Элементарно Маркировка Свои ошибки Но мы знаем Что такое маркировка Мы знаем Что такое накладные Ручками вот эти Да Упаковка шоколада До 6 утра Для нас Это вообще Любимое время Препровождение Снабжение Потому что Логистика Логистика Как запалетить Этот палет Мы прекрасно знаем Отгружали Совместно Вложение Вложение Да Все требования Мы даже Так случилось У нас была история Что директор По производству Которого мы взяли Ну мы поняли Что мы дальше Вместе не пойдем И вот получается Мы не понимаем Вообще в шоколаде ничего Потому что мы надеялись Что человек Да там выяснит Мы остаемся Получается с большим Заказом У нас остается неделя Мы напросились В производство Где уже Производили шоколад Делается такой шоколад Бенту бар Да с тем Что нас обучили В итоге Мы там Начиная Как мыть этот меланжер Правильно Да Как мыть этот меланжер Мы все с Аней делали И все на нас Вот так вот смотрели Но это мы потом поняли Потому что через год Когда мы попали К ним опять в гости Там сидел генеральный директор Уже новой Этой небольшой Компании И он сидит Да мне про вас рассказывали Как генеральные директора Мыли меланжер С такой насмешкой Я говорю А вы знаете Я конечно может не права Но я глубоко убеждена Что если ты не знаешь Своей компании Всех процессов Всех процессов То тебе Очень сложно будет Что-либо развивать Конечно есть талантливые Да люди Которые не зная Весь процесс Смогут построить Но Девочки я периодически Упаковываю заказы Потому что мне надо понять Где у меня проплешины Там в нашем пути клиента Потому что это Ну просто необходимо Вот что касается упаковки Нам даже иногда Начальник производства Приходит и говорит Ну невозможно Столько упаковать шоколадом Ну невозможно Мы говорим Возможно Потому что мы Сами упаковывали Мы засекали время За сколько Там Сколько можно за час Упаковать Сложить В транспортный короб Сколько можно упаковать Мы настолько прошли Вообще Все эти этапы Да Что нас уже не обманешь Нигде Мне кажется Что здесь очень важно Сказать Что в принципе Предприниматель Не должен якшаться Никакой работы Абсолютно Абсолютно То есть ты должен Из грязи Вот Абсолютно И палок Просто вот знать Все-все-все Да я вам больше скажу Элементарно Когда у нас сейчас Работает всего 80 человек В компании Но зимой Всего 80 человек Для многих Это Ну да 80 человек Это действительно много И когда зимой У нас была Нехватка людей И мы Просто-напросто Вышли И вместе Также упаковывали И абсолютно Я работала И в маг Компании Крупной И я везде Замечала То что Всегда Растят своих же людей Начинает Там был Визажист Теперь там Управляющий Это абсолютно Правильная политика Потому что У каждой компании Есть свое ДНК И если ты его Не знаешь Ну тебе будет сложно Понимать Своих сотрудников Ну и следовательно Решать какие-то проблемы Но мы Прошли Это Ну мы когда начали Саню уже изучать Это абсолютно нормально Становление команды Конечно Вот в этот период Становление Это сейчас у нас Более-менее уже Такой как механизм Да И который Еще осталось Немножко Чтобы он функционировал Бесперерывно А потом будет еще что-то И надо будет еще что-то Девчонки Это по-моему Нескончаемый процесс Поэтому это утопия Что когда-нибудь Все станет идеально Вот сейчас Еще сюда человека поставим Еще сюда Нет утопия Потом будет что-то новое До сих пор приходится Элементарно И на складе Конечно Я стабильно Каждую черную пятницу Занимаюсь упаковкой Как гномик Вместе со всеми Стирая ручки В кровь Слушайте Хочу на секунду вернуться Точнее не на секунду А все-таки вернуться К вашей Я не знаю Как это правильно сказать Коллаборации С Еленой Насир Потому что Мне кажется Это важным этапом Вашего становления Это была история Вин-вин Или вы все-таки Ну как бы Элен Как платили Или это Или это она Закупала Как у вас Эта коллаборация Была построена Ну Элен Наверное Многие ее знают Да И любят ее Наверное За то Что она человек Абсолютно Ну в плане Она настолько Любит свою аудиторию Что всегда Советует лишь то Что действительно Она очень любит И это в этом Я считаю Также успех Да Потому что Не подкупность А именно искренняя Любовь К своей продукции Которую она продает Да Элен в первую очередь Человек Который вдохновился На этой истории И спасибо большое ей Что она в это Ну как бы поверила Потому что На том этапе Мы еще были Ну да Мы уже сотрудничали С Азбукой Вкуса Но все равно Это было только начало И вот эта история Она абсолютно Как бы Открыта Ну Ей понравился продукт И мы совместно Его запустили И она Часто говорит о том Что она гордится Сотрудничеством С нами И мы гордимся Я бы тоже гордилась Вы 50 на 50 Как бы Прибыли У нас Да Это Такие моменты У нас нет Никакой там Дележки В плане 50 на 50 И так далее У нас есть Свои взаимоотношения Но они тоже Такие Конфиденциальные Так Ну Хорошо Конфиденциальность Конфиденциальность Но она как Дистрибьютор Вас закупает Или Да У нее В Мбьюти Да У нее цена Такая же Как для сети Она также Перепродает На шоколад То есть Она выступила Дистрибьютором У нее свой коммерческий Интерес в этом проекте Или вы ей платили Как инфлюенсеру Который Вокруг вашего продукта Делает какой-то шум Нет Ну Не вокруг нашего Продукта Какой-то шум То есть Это такая Немножко Была нашего Гречишного Чая Да И вот Эта вся История Она не коммерческая Она в первую очередь За продукт И кстати Для примера Я вам приведу Вот почему Многие говорят Что у вас Наверное Вы столько У вас Команда Маркетологов Вы столько Тратите на маркетинг Вы верите Что Это конечно Тяжело В это поверить Но все Звезды Которые Нас ставят Они это делают Абсолютно Бесплатно Мы не платили Никому Мы в самом Начале Два раза Заплатили Когда у нас Еще даже Старая упаковка Была Но потом Мы не платили Никому Ни разу И никто Даже Когда мы С кем-то Переписываемся В инстаграм Предлагаем Присылать подарок Никто Никогда Не сказал Что там У меня Платная История И все Всегда С такой Любовью С таким Водушевлением Откликаются И нам Это безумно Приятно Присылайте Конечно Я поставлю Обожаю Ваш продукт И вот Наверное Люди Они Видят Это И они Это чувствуют Когда Вот Эта Искренность Сейчас Чувствуют Все Потому что Это Наверное Самое Дорогое Что есть Это Вот Эта Искренняя Любовь К нашей Продукции И Мы с Седой Всегда Говорили Что Человек Будь то Обычный Человек Будь то Звезда А Если Он Действительно Что-то Попробовал Его Это Удивило Ему Это Понравилось Он Про это Расскажет Он Про это Расскажет Да Вне Зависимости Оттого Зарабатывает Он В своем Инстаграм Или Не Зарабатывает Если Действительно Продукт Его Удивил И Зацепил Он Его В любом Случа Поставит И Вот Наверное Наши Слова Наши Продукты Подтвердили То есть У нас В этом Смысле Никакого Нет Коммерческого Да Даже У нас Несколько Месяцев Назад Виктория Лапырева Она Очень Любит Нашу Продукцию Смотрела Видео Ее Интервью И Вот Просто На Сороковой Минуте Она Из Косметички Дает Наш Шоколад И Начинает Рассказывать То есть Минутки Две Она Рассказывала Что Это Девочки И Мы Просто На Это Смотрим Это Круто До Мурашек А я Скинула Подружкам Еще Это Видео И Мне Пишут Ничего Себе Вот Это Реклама Мы Даже Говорю Да Вы Понимаете Я Вам Скину У меня Шок От Того Что Нам Это Невосколько Не Обошлось Человек Настолько Любит Нашу Продукцию Настолько Искренне Вот Просто Действительно Носят В косметичке И Поставил И Мы Сейчас Подходим К вашему Главному Маркетинговому Совету Для наших Зрителей Это Опять Делайте Классный Продукт Да Абсолютно И Будем Все Время Упираться Просто В продукт Я хотела Сказать Даже Что Нам Все Говорят А в чем Секрет Вашей Коллаборации С Элен Секрет В том Что Элен Дала Своё Имя И Её Аудитория Знает Что Это Имя Не Продается Что Действительно Она Будет Сотрудничать Только С теми Чей Продукт Она Искренне Любит А Мы Со Своей Стороны Не Подвели И Сделали Хороший Качественный Вкусный Продукт Невозможно Дать Имя И В упаковку Положить Я извиняюсь Непонятно Что И Сидеть И ждать Каких-то Продаж Человек Да Он Узнает Может быть Он купит Один раз Но Второй раз Уже Рука Не потянется За этой Шоколадкой А Именно Секрет В имени И в продукте То есть Это Должно Быть Вместе Имя Упаковка Дизайн Формат Новый Абсолютно И Качественный Крутой Продукт Вот это Все Повлияло На тот Успех Который Мы В итоге Получили Я хочу Еще один Блог Такой Затронуть Вот У вас Есть Продукт Вы Предприниматели С пищевым Продуктом Вы Хотите Зайти В Огромную Сетку В В Это К нам Расскажите Пожалуйста Поэтапно Что вы делали Чтобы Придти В Азбуку Чтобы Продаваться В Азбуке Вкуса И Возможно Кому-то Вы Очень Сейчас Поможете Мы Отправили Предложение На Общий Сайт На Общую Электронную Почту Точнее И Нам Пришла Отбивка О том Что Спасибо Все Полки Заняты Места Нет Мы Этому Радовались Мы Этому Очень Радовались Потому Что До Этого Нам Все Говорили Что В сеть Можно Зайти Девочки У вас Только Денег Никогда Не Хватит Чтобы Там Появиться Обычно Это Какие-то Входные Взносы Это Как нам Рассказывали Мы С Этим Не Сталкивались И В этой Отбивке Было Имя Категорийного Менеджера Которому Очень На тот Момент Не повезло Потому Что Там Был Телефон С Добавочным Номером И Мы Седой Звонили Такие Телефонные Террористы Можно Спокойно А потом Это Было В преддверии Нового Года У нас Стояло Две Цели Одна Сеть Кофейн Где мы Хотели Появиться И Азбука Вкус Это Вторая Цель Была Мы С ней Сели В машину Взяли Наш Чай Позвонили В Азбуку Взяла Трубку Категорийный Менеджер Первый раз Я думаю Что даже Она Не поняла Кто Это Что Это Мы Быстро Пробнили Здравствуйте В преддверии Нового Года Мы хотели Вам Завести Комплимент От нас Попробуйте Наш Чай Она Сказала Хорошо Оставьте На ресепшене Ну Мы Водушевленные Несем Все туда Приезжаем Смотрим И там Таких Умных Как мы Просто Там Гора Лежит Всевозможных Мы были Все равно Счастливы Пакетов Но Нам было Да Нам было Все равно В общем Мы оставили И потом Начался Начался Вот этот Ее террор Который Ежели А вы Попробовали Да В данном Случай Была Седа Седа Здравствуйте Вы попробовали А через Сколько Перезвонить И потом Уже В дальнейшем У нас С ней Очень хорошее Отношение Она сказала Она говорит Седа Спасибо вам Большое Что вы Меня добили Потому что Когда мы Попробовали Мы поняли Что это Вообще Уникальнейший Продукт Он нам Настолько Понравился Что Я вообще У меня сомнений Не было Что вас Надо заводить А вы до этого Где-то уже Были представлены В Кэфе Джаганат Город И кстати Вот я хотела Сказать Участие В ломбаде В ветре Это вот Опять-таки Совет Девчонкам Ребятам Кто Может быть Захочет Заняться Своим делом Оно Дает Возможность И попасть На полки Например Таких Небольших Может быть Узконаправленных Магазинов Туда Могут Приходить Закупщики Пробовать Продукты И потом С вами Связываться То есть Это тоже Такой шанс Определенный На скидку Сколько раз Вы получили Нет От Азбуки Вкусов Примерно Нет Один раз Вот где был Номер телефона До этого Вы просто не могли Достучаться Сколько раз Вы стучали Нет Вот мы один раз Отправили Нам пришло Письмо с отбивкой Потом мы Отвезли Образец Нам Ответили Перезвоните 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 И так длилось Три месяца Три месяца Перезвонить То в командировке То на совещании То еще что-то Ну то есть То в отпуске И Седа Постоянно Перезванивала Именно в тот День В тот час Когда 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 с ней договаривались Нет ну круто У вас три месяца Глобально Мурыжили Просто не давали Вам никакой Обратной связи Но вы все равно Продолжали биться Кто-то бы на этом пути Сломался Совершенно точно Но вы продолжали Мы настолько Не сомневались Ну да Но тут еще Очень важный момент Что менеджеру Наш продукт понравился Но сомнения У него все равно Естественно были Потому что Дорогой продукт И нас завели В летом После чемпионата мира 16 июля Вообще не время По продажам По чаю И мы все 20 дегустаций В «Азбуке вкуса» Провели вот вдвоем Сами Со стойкой Мы ездили И в Санкт-Петербург Ездили Глобально Ваша задача была Заставить категорийного Менеджера Попробовать Попробовать Да И потом Ну Откровенно говоря Ну Опять-таки Это только наш опыт Когда Пробуют наш продукт В него люди Влюбляются Да То есть Там уже Дело техники Скажем так Нам главное Чтоб человек Попробовал То есть Вот мы Даже когда Кому-то отправляем Сэмплы Мы говорим Вы просто Попробуйте То есть Понравится вам Не понравится Иногда даже Знаете Нам говорят Ну хорошо Там Пришлите И Мы просим Если вам понравится Просто дайте Обратную связь Но Только попробуйте И все У нас больше Никаких просьб Нет Потому что Мы настолько Уверены Что Ни один человек Не останется Равнодушным Если он Попробует Наш продукт Вот Мы в этом Никогда Не сомневались И не сомневаемся И кстати Вот даже Что касается Сетей Вот как В маркетинге Да Нас любят Очень звезды И для нас И многие Кто уже давно В этом бизнесе Они тоже Во многом Нам не верят Что мы где-то Вошли сами Что многие сети Пришли к нам Сами Они написали То есть Запрос от сети От крупных Заправок Да И многие Это нет И до сих пор Я думаю Многие среди Нашего окружения Думают Что это не так Но Сейчас Наше время Когда вообще Чем-либо Вообще Сложно Кого-либо Удивить Мы создали Те продукты Которые Удивляют Это абсолютно В каждой категории И Я ничего плохого Не считаю В том Чтобы Вдохновиться Кем-то Что в основном И делают Не знаю Европой Америкой Следить за тенденциями За трендами За аналитикой Мы этого Мы этого не делаем Мы работаем Вот мы И наш покупатель Да У нас там Есть продукция Без сахара Без молока И она будет Развиваться Но мы Производители Натуральной Продукции С уникальным Вкусом Ничего Обычного Мы производить Не будем Мы просто Хотим Производить Хорошие Качественные Продукты Которые Будут Удивлять И впечатлять Своими Вкусовыми Да С натуральным Составом И вот мы Запустили Например Без молока Без сахара Но это Опять-таки Обратная связь От нашего Покупателя Кто-то пишет Вы знаете Я так люблю Ваш шоколад Например Но дочке Нельзя молоко Или сахар Мы все-таки Придерживаемся Мы будем Развивать эту Историю Но для тех Людей У кого Неперелосимость Лактозы Или кому Нельзя Диабет Сахарный Да То есть Ваше дальнейшее Развитие Это вот такие Пищевые Элиминационные Истории Какие-то неживые Продукты Да Мы будем выпускать Но это Опять-таки Мы все Берем От покупателей Мы У нас Да Есть уже СММ-менеджер Пиар-менеджер Но мы Опять Мы все время Саня у нас Подключены До сих пор Наши естественные Соцсети Мы Это может Я где-то слышала Что Хорошо настроенный Бизнес Это когда он Работает без тебя Мы Пока его не отпустили И не собираемся Отпускать То, что вам интересно Да Это наше детище Это даже наша Неработа То есть Вот кто-то говорит Вот вы там работаете Мы не работаем Мы живем этим То есть У нас есть наша семья У нас есть наш бизнес Ну то есть У нас жизни тут и там У нас нет Как таковой работы И у нас Все вовлечены Периодически В наш бизнес Поэтому Это такая Наша большая Общая жизнь Абсолютно согласна Я тоже Целыми днями Живу Твоим бизнесом Меня интересует Момент Ценообразования Вот вы же его Как бы не С пустого места Взяли Наверняка У вас там Заложено Очень много всего И когда вы приходите К крупному дистрибьютору Он наверняка Хочет львиную долю Итоговые цены Вашего продукта Забрать Забрать себе Правильно Нет У нас есть Уже Прайс-листы В которых Все посчитано Там есть Дистрибьюторская цена Есть оптовая цена Есть сетевая цена И Уже У нас такого нет Нас никто по ценам Не отжимает То есть в принципе Понятно что не отжимает Просто к тому Что вот например Азбука вкуса Вы приходите в Азбуку вкуса Азбука вкуса У вас достаточно большой процент Забирает Просто к тому Что вот нас посмотрят Молодые предприниматели Которые приходят В пищевой бизнес И они там Ставят Ну я не знаю Итоговую цену Не основываясь Ни на чем К примеру Вот подскажите Молодому поколению Которое посмотрит Наше интервью И вдохновится вами Как правильно устанавливать цену Чтобы по итогу Когда к тебе придет Условно Азбука вкуса Ты не продавал Ну в минус Или в ноль Вы знаете Здесь на самом деле Вот у нас уже Я как и сказала Разные абсолютно На категории Продуктов питания Какие-то там Это как чай Паста Шоколад Мы производим У нас на производстве Но есть Те Которые мы По нашей уникальной Рецептуре Производим На потусторонних площадках Потому что Абсолютно разные категории И честно скажу Какая-то моржа И все остальное Она абсолютно разная Все зависит От И вот если мы сейчас Дадим кому-то совет Это наверное Будет неправильно Потому что Очень много Внутри Вот этих нюансов Калькуляций Да Единственный момент был Когда Тоже мы сами Этому научились И слава Богу Просто Мы как Аня Саня часто говорим Сделай все От себя возможного А дальше уже Как суждено Как Богу Будет угодно Мы всегда Нас Бог любит Он с нами Потому что Очень часто Это какие-то моменты Ты вспоминаешь Казалось бы Ты уже Падаешь в бездну И тут Тебя просто Как спасают И тоже касается Даже элементарно Ценообразование Это очень важный момент В бизнесе И Зависит все От того Какой продукт Как он производится Ты ли его производишь Ну очень много Всяких нюансов И когда мы Сначала этого не знали Нам просто Какой-то случайность У нас была Для всех Одна цена Но это абсолютно Было неправильно Она должна отличаться И тоже Я уже не помню Каким образом Тоже как-то там Кто-то нам Подсказал Или сделал Тот момент Когда это могла Быть наша роковая ошибка Когда мы Например Мы дали Той же азбуке Неправильную цену Вот в этот момент Мы просто Нам повезло И уже исходя Из нашего бизнеса Помогли составить Для всех Это И даже у сетей У них у всех Разные наценки То есть Каждый прибавляет Свой процент И здесь Кому-то давать совет Допустим Мы занимаемся Продуктами питания Кто-то одеждой Кто-то косметикой Нет, я именно Про продукты питания Я даже вам больше скажу Ну мы же Производители Многие там Общаются между собой Вот например На наш шоколад Одна и та же сеть Может сделать такую Там маржу добавить Она Например На батончик Или на еще что-то Совсем другое Я У них там Своя внутренняя Какая-то история У них своя внутренняя Политика И ты можешь Рекомендовать Рекомендованную Цену Но честно сказать По нашему опыту К сожалению Сети это такие большие машины Глобальные Которые Тебя особо слушать не будут Они сделают так Как им надо Как им выгодно Здесь ты абсолютно Не властен Чем-либо Как-то просить Ты можешь порекомендовать Кто-то Придерживает Может услышат Может не услышат Вы в основном Ваш основной Заработок и выручка Она от сетей идет Сейчас мы активно Развиваем Направление Международного рынка Это экспорт У нас Большие Не амбиции А цели Потому что Опять-таки Повторюсь Мы создали Уникальный продукт Мы можем это С гордостью говорить Потому что Нигде ничего подобного В мире нет На Амазоне Я знаю Да На Амазоне Потом Сейчас Очень крупный Интернет-площадкой Мы уже заключили договор Сейчас находимся На стадии Логистической Ну По логистике Да Согласования По логистике Мы будем продаваться В 180 странах мира Офигеть Да И еще Наша большая гордость Пока не будут называть Сеть Но Где-то через Месяц Месяц Полтора Все уже об этом Узнают Локальная Или международная Международная сеть Мы появимся На полках Нас уже утвердили На всем Ближнем Востоке Самая крупная сеть Так что Мы планируем туда тоже Поехать делать дегустации Это для нас будет Это для нас Принципиальный вопрос Да И Вот так же Мы в Америке Уже продаемся На платформе Снэк Мэйджик Там нет ни одного Российского бренда Это такая Узкая Это вообще бизнес Узконаправленная платформа До пандемии У них были корпоративные обеды Стадиум У них отслуживается Нетфликс, Гугл Они в Нью-Йорке находятся И крупные самые компании Из-за пандемии Они переформатировали Свой Вот этот бизнес Направление Дополнительно На снэке Для таких Как раз Корпоративных подарков И в итоге Они нас взяли На тестовый период И они очень довольны Нашими продажами Девчонки А как вы вообще На международный рынок Выходили? Расскажите У вас есть Какое-то Я не знаю Кто вы продавили Сорубежные Это вы поверите Что в основном Все крупные сети Которые контракты У нас есть Х5 Азбука вкуса Да практически Твой дом Гипетоглобус Это все сделали мы с Аней Да Мы писали Звонили Доставали Мы всех Их просто Сами Затюкали Затюкали Да Добили Дожали То есть Совет Ну Совет молодым Делаем то же самое Учите английский Можно Дать такое Что не надо сдаваться Надо добиваться своего Если ты уверен В своем продукте У тебя в любом случае Все получится Ну еще тут такой момент Объективность Мы же объективно понимаем Что мы создали инновацию Мы в категории Нильсон Мы вообще с Аней Не любим статистики Мы туда не смотрим Мы один раз в жизни сделали Маркетинговое исследование И то Потому что настояли нам Попросили его сделать В итоге все что мы озвучивали Нам просто Написали в презентации И прислали Я даже больше скажу С опытом Мы с Аней боимся Каких-либо маркетинговых исследований Потому что У нас же получается Развиваться И очень успешно Потому что мы чувствуем Наш бизнес Мы знаем точно И чувствуем продукт Покупателя Продукт Мы знаем точно Как нам нужно развиваться И дополнительное То есть у нас нет Никаких границ И мы не хотим Создавать тебе границы И тут еще очень важно Объективно оценивать Свой продукт Мы же не из-за того Что мы настолько Мы, например, знаем Что этот продукт Есть где-то за границей И вот все равно туда идем Конечно, ты с этим Не достучишься Мне очень нравится Один пример Вот Помните, вы сказали Про конкурентов Сейчас их все больше И больше появляется Мы сначала с Аней Реагировали Очень сложно На это все Болезненно Конечно Да, потому что Ну, сколько труда Да, в этом И, конечно, по протоптанной дорожке Намного легче Да, идти Когда ты еще Только запускаешь Неизвестно, что тебя там ждет И потом кто-то идет По этому пути Но сейчас мы уже Нам даже типографии Присылают просто Упаковки нашего шоколада Ну, с другим названием Ну, они присылают Вот, посмотрите, какая бумага Амини присылают Амина раскладывают А там просто вот Упаковка нашего шоколада До миллиметра Сделана один в один И Амина смотрит И говорит Что мне ответить на это Просто люди не понимают Многие пытаются сейчас Копировать тот же Дойпак Тот же Громаш Тот же шоколад Да все те же продукты Которые у нас есть И многие дистрибьюторы Нам дают обратную связь Говорят Вот приходит новый поставщик Он говорит Я вам дам дешевле Только поставьте И у меня будут тоже Крутые продажи Они его ставят А он не продается Они спрашивают Им звонят и говорят А почему вот Nature's Own Factory Продается, а мы не продаемся Может, вы у нас Другое место поставили? А мне еще очень нравится история Когда звонят нашим дистрибьюторам А у Nature's Own Factory Какие вкусы лучше всего продается? А шоколад какой лучше всего продается? Ну вот мы просто сейчас тоже чай будем делать Вот мы думаем Нам с какого вкуса лучше начать Как у них? Ты все слушаешь, думаешь Господи И люди не понимают Что это не просто продукт Это начиная с истории Упаковка, продукт, качество Разработка, качество Доверие к бренду Вот что самое главное Я сейчас хочу сравнить С такими брендами Крупными Как Nutella Несквик Ну потому что Честно сказать Не потому что мы на них ориентируемся Но потому что мы хотим Прийти к такому же Итогу Выйти на весь международный рынок И стать международной компанией Потому что у нас есть все на это предпосылки Просто мне из-за натуральной продукции Даже не с чем сравнить Вот например Вы шоколадная паста У вас ассоциация Несквик Это какао Несквик Вот то же самое Мы к этому идем И дай бог Мы скоро этого добьемся Мы кстати Вот я сейчас перебью на секундочку Мы отправили Ну вот в крупную международную сеть Наш чай, шоколад, образцы И категорийный менеджер Который я не знаю Ну действительно Его в мире наверное уже ничем не удивить И когда тебе этот человек пишет Что я попробовал И круто Это так круто И я это отнес Генеральному директору И мы там в прошлом Самой крупной Международной компанией В Европе То есть И он говорит Я такого никогда не пробовал Начиная с упаковки Я честно сказать Я была в таком шоке Я говорю Это точно та сеть О которой я думала Он говорит Да-да Это та сеть О которой вы думаете Я говорю А что вот Ну что из нашей продукции Вам интересно Он говорит Да нет Я просто Знаете Я хотела спросить А чьи вы дистрибьюторы? Я говорю В смысле дистрибьюторы? Он говорит Ну Это же не российский продукт Я говорю Нет Мы сами Производители И чай И шоколад Он говорит Да ладно Ребята Вы крутые Он говорит Ну тогда я вами горжусь Да Очень приятно Слышать Да Это очень приятно К сожалению Но это факт И об этом все знают Российские продукты Ну потому что Сделаны в России Но не очень Как-то В основном Российские продукты Это очень известные Они стоят на русских полках Да В каких-то крупных сетях И Но Так как люди видят Наши продукты И мы добиваемся Отправляем им образцы Они потом Настолько у них Они не видят Никаких Ограничений Альтернатив У них нет Они видят Что крутые ребята И общаются дальше Получается Вы просто Отправляли образцы Вы находили этих людей Категорийных менеджеров В этих сетях Через LinkedIn Или как Да Разные способы Все 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 было использовано Все что только можно Все что только можно И нельзя Это И просто ваша задача Была отправиться Добиться Добиться Я вам честно скажу В час ночи В часа ночи Я могу лежать И Аня тоже И вот так вот просто И везде все искать Сколько писем Я отправила И многие еще Тоже вот эти барьеры Многие ставят Кто-то нам сказал Ну Вы поменяйте хотя бы Подпись А то как-то Основатель компании Занимается продажами Как-то вам это не идет Солидно Я как-то такая Сижу Думаю Может убрать Наверное Некрасиво Ну я опять-таки Думаю о нашей компании Не потому что Мне неудобно Потом думаю Да какая разница Я отставляю Пусть знают Пусть знают Конечно Потому что мы живем Нашим продуктом Мы Если бы не наша энергия Не наша любовь Ну мы бы сейчас Не были Здесь А были ли у вас Девчонки Какие-нибудь провальные Все-таки продукты Которые Не полетели Слава богу Слава богу Нет У нас планируются Еще новые продукты Поделитесь Какими-нибудь Инсайтами Да У нас будет Спортивная линейка Это нереально Крутой Шоколад Подробности Пока не очень Будем Да Просто он С протеином Будет Прикольно Это просто Это что-то Невероятное Мы седы Как всегда Упали Это батончик Будет Или именно Шоколадка Шоколадка Мы упали Мы в восторге И в общем Дело за малым Запустить Да И вот кстати Пример Как мы относимся К разработке Нашей продукции Мы планируем Также запустить Шоколад Ой шоколад Что я говорю Печенье Гречишное Ну и Вы когда пробуете Наш чай Это ассоциация печенья Естественно Многие от нас ждали Печенье Вкус А сделать Из вкуса Печенье Классное Уникальное Печенье Это практически Задача Невыполнимая И вы поверите Что два с половиной года Мы разрабатывали Мы обращались К разным компаниям К разным технологам И мы разрабатывали Эту рецептуру И вот пока мы не добились Ну просто нам придется Так как мы разработали Безглютеновое Печенье Опять-таки Не то что задача Безглютена Сделать Мы сразу поставили Такую задачу Если получится Безглютена Сделать Это будет классно Но при этом Вкус должен быть Такой Что Многие же привыкли Что что-то полезное Но не особо вкусное А уникальность Нашего продукта Что ты это ешь Оно тебе вкусно И еще оно С натуральным составом Да И мы поставили задачу Если у вас получится Сделать безглютеновое Печенье Еще и вкусное А мы скупили Все печенья Которые есть Чтобы прощупать Понять вообще Что на рынке есть В итоге у нас Это получилось Мы его Скоро будем Своё производство Открывать Это сейчас поэтапно Мы уже просто Не успеваем И мы запустим Нам удалось Это сделать Это я к тому Что казалось бы Мы могли бы Уже у нас есть бренд Запустить это печенье Оно сто процентов Бы начало продаваться Но вот это Наш покупатель В конце мы его Всегда только его видим Который возьмет Наше печенье Попробует И если он не почувствует Эту уникальность Это разочарование Для нас И такое ощущение Как будто мы Подвели его Что ли Наверное Правильно Будет сказать Поэтому Мы наверное Никогда не хотели бы Поставить Нашу компанию На такой поток Скажем так Там уже Все подряд Выпускать Просто клеить бренд И знать Что уже Человек доверяет И человек купит Для нас Самое страшное Это разочаровать Нашего покупателя Подождали С подругой То что У него тоже бизнес То что Наверное Это не закончится Никогда Ты все время Будешь дальше Расти Развиваться Ну такое Одержимое Опять же Предприниматель Он никогда Мне кажется Вот этого плато Не достигнет Ну все Теперь я Заживу Если ты Одержим Наверное Не заживешь Ну наверное Только если Продашь свой бизнес Не знаю Хотя этого Совсем делать Никому не хочется Одержимым Чтобы наш продукт Могли попробовать В любой точке мира И дай бог Мы этого Как бы добьемся По крайней мере Мы все От себя Возможное делаем И на сегодняшний день Это не просто Наши слова А уже Получается Действие И надеюсь Совсем скоро Я жду Не дождусь Этого момента Когда мы встанем В эту сетку Куда нас уже Утвердили И опять вдохновимся Да Этими сияющими глазами Новых потребителей Да У нас Руководитель Маш Когда мы говорили Все мы Буквально недавно Все мы тоже поедем Будем проводить Экустации Она говорит Вы сами Мы такие Конечно Сами А кто Конечно Мы должны Вы не понимаете Это другой рынок Другие люди Мы должны Подпитаться Этой энергией Этими глазами Все да Ну вы такие Классные Заряженные Я желаю успеха Всем вашим целям Спасибо большое Чтобы у вас Все получилось Потому что Действительно Это был Очень приятный Разговор Я чувствую Вашу энергию Вашу заряженность И я правда Желаю вам Огромных успехов Чтобы у вас Все Все Что вы задумали Получилось Это был новый Эпизод подкаста Вика Бизнес Чика И у меня в гостях Сегодня были Седа и Анна Создатели Nature Zone Factory Спасибо вам Спасибо большое Спасибо большое